Всем-всем огромный привет! Сегодня у меня просто с утра радостное событие. Мне наконец-то дошла моя сумка. Я выкладывала ВКонтакте, да, по-моему, ВКонтакте и на Фейсбуке, что я заказывала себе сумку Зука. Я заказывала ее через Нидерланды, потому что для меня это был единственный способ, где доставка была не так дорога. Например, как вот если я через Россию, мне говорили, по-моему, 3000 рублей стоит доставка. Здесь я заплатила через фирму ДПД только 25 евро. В общем, вся сумка мне обошлась в 270 евро. Мне пришлось 3 или 4 дня сидеть дома практически безвылазно, потому что у них не было, оказывается, моего номера телефона. И я боялась, что они привезут сумку, у меня не будет дома, они мне оставят записку, что мне нужно будет потом сама ехать в Таллинн ее забирать. Она весит 6 килограмм, и мне бы пришлось искать машину, потому что ни Жени, никого сейчас нету. И, да, приходилось сидеть дома. Ну, в общем, сегодня с утра вот радостное событие у меня произошло. Сейчас мы с вами откроем ее и посмотрим. Будем сейчас делать какой-то анбоксинг или что-то в этом роде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я, если честно, вообще не понимаю, как ее собирать, вот сюда вот эту часть. А, это, наверное, как-то внутрь. Ручка здесь продевается. Честно говоря, я в замешательстве вообще не знаю, как ее собирать. И инструкции даже никакой нет. В интернете, наконец-то, мне удалось ее собрать. Вот так выглядит сумка в целом. Вот ручка. Вот так она расстегивается. Дальше он здесь. Завтракаю я хлопьями, как обычно. Это мой второй завтрак, потому что, в принципе, когда же они нет, я встаю очень рано. Может быть, и в 7 часов, иногда бывает и в 5 часов, когда как. Поэтому первый раз я завтракаю достаточно рано. И если мне не лень, то я варю, например, себе кашу или что-нибудь, ну, что-нибудь такое. Вот, а второй раз обычно это хлопья. Я очень люблю хлопья с молоком, разный там, Несквик. Иногда покупаю мюсли. Знаю, что хлопья, наверное, не очень полезно, там сахар и все. Но, как бы, иногда мне очень-очень хочется. И сегодня я буду с этого стола всю свою косметику, вот эту, то, что у меня здесь есть, ну, или что влезет в эту сумку, я буду перекладывать для того, чтобы я могла краситься везде, где я хочу. Потому что мне очень часто приходится отсюда кучу всего набирать, и потом меня бесит это раскладывать. И стол этот не очень, на самом деле, удобный, потому что он не сильно выдвигается, где-то на 15 сантиметров, наверное, и все внутри там пустое пространство. Поэтому даже не знаю, что я сюда положу в этот стол. Ну, обязательно здесь какие-то будут запаски косметики, это точно. Наверное, огромные палетки, как типа вот той от Too Faced, там две палетки большие, и они сюда просто, точнее, они в этот мне влезут, и я не вижу смысла их таскать с собой. Потом косметички я обязательно переложу, вот эти, которые у меня... Видите, у меня тоже есть такие прозрачные косметички, они сверху туда полезут. Я специально заказывала такие небольшие наборы с разной косметикой уходовой, для того, чтобы оттуда брать косметички. И у меня их достаточно много скопилось, поэтому будет очень удобно. И сейчас я, наверное, что-то посмотрю на ютубе. И, как знаете, следила за своей посылкой. Здесь это сайт ДПД. И здесь я видела, как она шла весь ее путь. То есть она 13 ноября вышла, и, получается, 19-го она уже была у меня. То есть всего за 6 дней мне дошла посылка. Но мне, честно, эти дни вечностью показали. Значит, она шла через... Началась она через Нидерланды. Потом она была в Польше, потом в Литве, потом в Латвии, потом она была в Эстонии. Сначала она была в Раквере, потом опять в Раквере. Короче, дальше она постоянно уже была в Раквере, то на Складе, то еще где-то. Это совсем от меня недалеко. Таллин у меня, в общем, с одной стороны находится, а Раквере это в другую сторону. Но примерно так же, как и до Таллина. Вообще, кто не смотрел шестую серию, интересно, кстати, получается. У меня, на самом деле, больше всего эмоций, по-моему, произвела то ли четвертая, то ли пятая серия. Потому что она прям закончилась. Так, мы с Женей вместе этот сериал смотрим. Но он в Швеции смотрит, а я здесь, а потом обсуждаем. Кстати, интересно так, если у вас там парень, ну, с мужем, наверное, вы и так вместе будете смотреть. А если, например, парень в другом городе живет, то зоро вот так посмотреть, потом обсудить все эмоции. У нас даже получалось так, что мы с ним буквально рассуждали об одном и том же. Я говорю, вот, когда она там полезла целовать его, он же, говорю, весь со своей этой слизи был. В общем, у них там вирус они поймали. И Гленн так кашлял, в общем, был в крови весь. И что у него там только не было, слизь всякая. И когда к нему девушка подбежала, его она начала поцеловать. И я говорю, Женя, блин, она же могла тоже заразиться. Он говорит, вот, блин, точно мысли сходятся. Я тоже об этом думала. В общем, здорово было обсуждать. Ну, а если вы сейчас завтракаете, всем приятного аппетита. И увидимся с вами, когда я, не знаю, буду из своего стола в косметички перекладывать вещи, если вам будет интересно. Поэтому увидимся чуть позже. Итак, в собранном виде сумка выглядит вот так. У нее такая длинная телескопическая ручка, что очень удобно. Я уже повозила ее по комнате. Это достаточно хороший вариант, лучше, чем у чемодан, где все просто валяется в разные стороны. И сколько раз я уже разбивала тени, потому что у меня все-таки не было там разграничителя. Сейчас покажу, как она выглядит внутри. Вот она в таких стразеньках. И если мы ее открываем, вот такие у нее внутренности. Здесь 4 косметички и достаточно много места, куда можно класть кисти, все что угодно. И сверху здесь вот даже еще такое место. Может быть, если вы, например, часто ездите на фотосессии, чтобы положить туда вашу одежду или что-то еще. Я, в принципе, и собираюсь так использовать это место. Также я доложу туда остальные свои косметички, которые у меня есть, такие же прозрачные. И, в общем-то, вот такая вот сумка. Очень-очень я довольна. И что у нее здесь такие стразеньки. Как-то она все-таки вроде как и спортивная, но выглядит так, по-девчачьи. Я думаю, что я не буду показывать весь процесс, как я там что-то кладу туда. Потому что, ну, кому это интересно, наверное, уже я вам покажу, когда я в косметичке уже, ну, как бы положу все, что есть. Покажу вам, в принципе, результат, который у меня получился. Ну, вот, в принципе, я и сложила все, что я хотела сюда. Ну, может быть, еще несколько вещей потом доложу. Но это как бы было то, чем я чаще всего пользуюсь и тем, чем я работаю. Так же, как я уже говорила, я поместила сюда две косметички, которые у меня уже были из разных наборов, которые я заказывала, по-моему, на Фил Юник. Мне очень нравятся такие косметички. Раньше как-то я не обращала на них внимания. Но когда мне пришел какой-то набор, здесь, по-моему, был Джон Фрида, если я не ошибаюсь, для волос. И я положила сюда вот разные такие вещи, я оценила все удобство. И эти косметички я положу сверху, потому что больше их положить некуда, но они мне очень нужны. Здесь у меня лежат разные такие продолговатые предметы. Это базы под тени, туши, подводки. И сами четыре косметички я положила в первую. Здесь у меня все для лица. Корректоры, консилеры, что у меня тут еще, румяна. Ну и разные-разные вещи такие, плоские какие-то пудры. В общем, все такое. Дальше. Сюда я положила палетки теней и также палетки с разными рефилами пудр, каких-то контурирующих средств. Потому что я их уже давно переместила, мне так удобнее носить, а там ничего не видно. В общем, так, следующее, что я поместила, это мои тональные основы. Это не все тональные основы, но те, которыми тоже чаще всего я работаю. И у меня остались какие-то запаски, но я не вижу смысла их таскать. Они останутся в столе. Но в столе все равно осталось очень-очень много косметики. Даже не знаю, куда ее надевать буду. И последний отсек, это вот помады, блески разные. И еще мне нужна косметичка для того, чтобы положить карандаши для глупых глаз. И также косметичка, куда я положу ватные спонжики разные. И палочки тоже ватные. В общем-то, все. Вот такая у меня реорганизация хранения косметики. Теперь я все буду здесь хранить. Сейчас я еще поближе покажу вам чемодан, какие у него где карманы есть. Потому что девчонки меня просили снять. Ну, вообще его со всех столов. Поэтому сейчас я все обратно сложу и покажу вам уже поближе. Итак, у сумки, как вы видите, такой металлический каркас. Но он достаточно легкий. Как я уже говорила в начале, 6 килограмм весила эта сумка. В отличие от моего чемодана, который без всякого наполнения весит все 10 или, не знаю, 12. Здесь с обеих сторон есть вот такие вот маленькие кармашки. Я туда, не в этот, а с другой стороны, положила маленькую палетку теней. Две маленькие палетки теней. И также здесь есть такой большой отсек, куда я тоже положила палетки теней, которые не поместились в основной отдел. И здесь, не знаю, что можно здесь хранить. Ну, может быть, ватные диски я сюда положу. Закрытый, конечно, в косметичке. Но здесь внутри она выглядит вот так. Сюда я тоже ничего не ложила. Также вот здесь карман. Здесь такие штучки, я так понимаю, для кисточек. И здесь еще одна такая штука, которая открывается. Сверху здесь на нем можно сидеть. Я читала, что он выдерживает 120 килограмм. Ну, мне еще как минимум надо набрать где-то 68, наверное, и 65, чтобы он меня не выдержал. Так же, как я уже вам говорила, вот с двух сторон точно такие же абсолютно отверстия. И, в общем-то, на этом все. Больше никаких у него отверстий нет. Когда вы его заполните, просто так закрываете. Открывается хорошо, все замки хорошо работают. И вот этот, не люблю я такие клёпки, всегда в них попадаю. И в целом он выглядит вот так. Я очень-очень довольна. Это моя самая такая желаемая покупка была, наверное, за очень долгое время. Так что вот, девчонки, такой сегодня был мой влог. Если у вас есть какие-то вопросы, с удовольствием я их выслушаю. Пишите ваши комментарии. Кстати, я не всегда могу ответить конкретному человеку. Поэтому, девчонки, если вы ждете ответа, и как бы он вам интересен, обновляйте страничку, или заходите, потом смотрите. Потому что сейчас с комментариями какая-то вообще беда просто. Но я всем стараюсь ответить. Так что вот, жду ваших вопросов. И увидимся в следующем видео. Пока! 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 Пока!